Реконструкция памятных мест, благоустройство и оформление скверов и центральных улиц в едином праздничном стиле, встречи с ветеранами и подготовка сценария празднования юбилея Великой Победы. Разговор на эту главную тему года состоялся подробный и обстоятельный. Не ученых мелочей остаться не должно, подчеркнул глава города. Мы должны устроить грандиозный праздник, потому что это замечательная дата, это серьезная дата. И стариков у нас не очень много уже, к сожалению, осталось участников войны. Мы должны к каждому из них достучаться и прийти. Я от каждого из вас жду полной отдачи в этом вопросе. Единая концепция праздничных мероприятий сформирована. Готовятся новые тетрализованные постановки и военные реконструкции, шьются костюмы и разрабатываются новые маршруты для привычных праздничных действий. Так, например, участники оргкомитета обсудили идею переноса маршпарада воинских частей Анапского гарнизона с театральной площади на улицу Ленина к стеле города воинской славы. У нас все наши знаки и стела город воинской славы, и памятники, все на улице Ленин. И условия там есть. Поменяют маршруты факельное шествие. В этом году оно пройдет по переулку Кордонному, проспекту Революции к пляжу Малой Бухты. 3000 участников грандиозного действия по замыслу организаторов с зажженными факелами и свечами выстроятся на верхней набережной. Выставка военной и боевой техники у стела города воинской славы, солдатский привал на аллее Протапова, уличные и театральные постановки, программа праздника продумана до деталей. Главное теперь подготовить городскую инфраструктуру. И речь, конечно, в первую очередь идет о памятных местах и благоустройстве Анапы. Управление жилищно-коммунального хозяйства координирует работы по озеленению города, созданию новых архитектурных форм, в том числе военной тематики, реконструкцию мемориалов и благоустройство центральных улиц. По всему городу у нас будут установлены декоративные конструкции с тематикой, посвященной 70-летию Великой Победы. Сейчас, в настоящее время, готовится аукцион. До конца апреля мы получим эти конструкции и до 5 мая все это установим городу. Также будут все кладбища, особенно старое кладбище, вычищены, приведены в идеальный порядок. Все кладбища в сельских округах тоже будут почищены. Все памятники, которые находятся на территории сельских округов, будут тоже приведены в порядок. И, конечно, к этому времени, к 9 мая, у нас уже завершится большая часть благоустройства, которые мы планируем к открытию сезона. Особые задачи у социальных служб города-курорта. Участники войны, а их, к сожалению, рядом с нами с каждым годом все меньше, должны быть окружены заботой и вниманием. Социальные акции, организация встреч со школьниками и молодежью, чествование ветеранов и оказание всесторонней помощи – это огромная работа, которая не завершится 9 мая.